Доброе утро, уважаемые телезрители! А сегодня мы с вами будем печь праздничный хлеб. Мраморный хлеб на черемуховой муке. Итак, напоминаю, нам для этого нужна закваска, которая состоит из муки и воды. Мы в закваску добавляем стакан воды и два стакана муки. Сейчас мы делим это тесто на две части. И в одну из частей мы будем добавлять муку из черемухи. Сейчас муку из черемухи стали очень активно использовать. Ее очень часто используют вместо какао, когда пекут, всевозможную выпечку делают. Она придает очень пикантный вкус, и когда в процессе выпекания запах, аромат. И, конечно, большая пользба. Черемуха у нас очень хорошо работает при повышенном давлении. Смотрите, у нас получилось два теста разного цвета. Чтобы еще украсить и добавить наше тесто, мы добавим кунжут. В темное тесто мы добавим кунжут белый. А в светлое тесто мы добавим кунжут темный. Не забываем добавить растительное масло. Мы его добавляем всегда две столовые ложки, поэтому одну ложечку мы добавим в одну половинку, и еще одну ложку мы добавим в другую половинку. И также мы с вами добавляем соль и сахар. И теперь добавляем остаток муки. Тесто у нас с вами превращается, приобретает форму, как домашняя густая сметана. Итак, у нас с вами оба теста готовы. И сейчас мы с вами будем заниматься магией, волшебством. Берем форму, обязательно смазываем маслом. Берем ложку нашей красивой смеси, красивого теста. И выкладываем в разном направлении. Мой рисунок готов. И, конечно, украсим кунжутом. Форма у нас уходит в холодную духовку, где будет стоять 8 часов, а потом 40 минут печься в духовке. Я хочу поделиться своим опытом. Я всегда хлеб делаю вечером. Завожу тесто все вечером, ставлю в холодную духовку. Тесто мое в форме всю ночь отстаивается, а утром я включаю духовку на 40 минут. И аромат свежего хлеба будет всю мою семью. И к завтраку у меня хлеб готов. Приятного аппетита! Хорошего дня!